Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Сегодня в эфире изменения в Конституции Республики Западной Армении. Сыны Западной Армении – братья Самвел Нарек Казаряны. Вопросы армян Западной Армении. Армянские христианские памятники в Арцахе находятся на грани полного разрушения. Посол Армении – Волн. Перед отвращением этнических чисток и геноцидов обязаны всех членов международного сообщества МИД Арцаха. В Конгрессе США будут проведены слушания по защите населения Арцаха. Состоялось мероприятие по случаю 85-летия музыкальной школы имени Комитаса в Степанакерте. 10 июня 2023 года состоялось 9-е пленарное заседание 2-го созыва Национального собрания Республики Западной Армении. Наряду с текущими вопросами на заседании был также обсужден проект, предложенный правительством Западной Армении, согласно которому правительство предлагает внести дополнительные к статье 71-й 5-й главы Конституции Западной Армении. Согласно предложенному проекту устанавливается график регистрации и проведения агитационной кампании кандидатов на выборы президента. Внесенное в Конституцию изменение направлено президенту Западной Армении Арменаку Абрамяну для утверждения. Конституционным советом Республики Западной Армении переведена на турецкий Конституция Республики Западной Армении. Сыны Западной Армении – братья Самвел Нарек Казаряны. Всю тяжкость войны, начавшейся 27 сентября 2020 года, братья Самвел и Нарек испытали лично. Два брата, разные по характеру, с одинаковой судьбой. Братья сражались, отдав свою жизнь во спасение Арцаха. Самвел Казарян удостоен звания Героя Арцаха, награжден ордером за родной Орел. Нарек Казарян награжден ордером Боевой крест второй степени, медалью за боевые услуги. Самвел Герамович Казарян родился 23 декабря 2000 года в Эчмядине. Нарек Герамович Казарян – 13 февраля 2002 года. Самвел и Нарек – единственные дети супругов Герам и Нушек. Самвел и Нарек учили в школе номер 10 имени Мовсеса Хоринации в городе Вагаршапат. Братья Казарян были жизнерадостными и целеустремленными. Братья Самвел и Нарек уже решили свое будущее, поставив перед собой многочисленные цели. Мечтой Нарека было стать знаменитым поваром и поехать в Испанию. Поступил в армяно-французский колледж. Совмещать учебу со школой было сложно, поэтому было принято решение продолжить учебу после армии. Самвел связывал будущее с музыкой, играл на деголе. На пути к великой мечте ребят для начала нужно было выполнить долг перед Родиной. Первым на службу в Арцах отправился Самвел примерно через год Нарек. По словам матери, когда братья встретились в Гатруте, Самвел разозрился, потребовав от командиров, чтобы Нарека на передовую не отправляли. Братья не должны воевать вместе, если будет нужно, я буду сражаться и готов погибнуть. Но брат должен вернуться к родителям. Все слышали слова моего сына, говорили, что Самвел забрал оружие. Ему обещали не отправлять брата. Обещание не выполнили и отправили обратно в мясорубку к террористам, прекрасно зная, куда их отправляют. Отключает мать братьев. Нарек получает ранение, через 12 часов погибает. 12 октября Самвел, выполняя специальное задание, погибает от удара беспилотника с разницей в 10 часов после смерти брата. Тело Самвела долгое время родители не находили. Могилу сыновей построил отец в дворе квартала Звардноц-Эчмядина, где парни провели детство. Памятник, увековечивающий память братьев-героев, открыл отец Геам Казарян. В прошлом украшения для армян служили как оберег и очистка ауры. В Древней Армении каждый армянин носил украшения, соответствующие его возрасту. Мнение о том, что незамужняя девушка в Древней Армении не имела права носить украшения, многие этнографы не разделяют. В некоторых районах, один из которых Джавах, незамужнюю 12-13-летнюю девушку украшали с ног до головы украшениями. Сегодня, по словам этнографа Майи Саакям, большинство носителей армянских украшений не знают их значения. Сегодня все стало абстрактным. Идее уделяется мало времени. Сегодня мало кто знает, что каждый узор изображения, вид орнамента в традиционной культуре, помимо эстетического значения, выполнял ряд важных функций символики. Орнамент как элемент традиционной культуры выражал мировоззрение носителя, социально-семейный, гендерный статус, ту или иную ситуацию, будний, праздник, обряд, также имел магическое значение. Незамужняя девушка не имела права носить серебряный и золотой пояс, кольцо на правой руке. В древности украшения также носили мужчины, так как помимо эстетической роли украшения имели символику защиты. Из некогда богатого мужского убранства, бисера, головные убрали, браслеты, кольца, бастры и пояса в традиционном быту применялись только последние два. При этом серебряный пояс рассматривался как символ мужественности, золотой как показатель состоятельности. Женщины, носящие браслеты для ног и рук, кольца в форме змеи, полуовальные, треугольные, миндалевидные маньяки и серьги способствовали избежать вредного воздействия, с другой стороны, стать более привлекательными и красивыми. Постоянный представитель Армении в ООН Мэр Маркарян выступил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоялось в рамках пункта «Повестка дня культура мира». Как сообщили Арменпресс, постоянное представительство Армении в ООН, посол Армении Маркарян коснулся опасности проявления нетерпимости и разжигания ненависти. Приветствую стратегию и план действий ООН против разжигания ненависти. Призываем Офис ООН по предвращению и защите геноцидов четко указать на усиливающее проявление разжигания ненависти, представляющих опасность для осуществления злодеяний. Маркарян коснулся ключевой роли ООН по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО, в продвижении культуры мира и сохранении культурного наследия. Постоянный представитель Армении отметил, армянские христианские памятники Арцаха находятся на грани полного разрушения. Также упомянув уничтожение Баку армянского наследия в Нахидживане, посол Маркарян подчеркнул, а направление миссии ЮНЕСКО по установлению фактов в Арцах и прилегающие районы, чтобы помочь сохранить обширное и уникальное культурное наследие региона. Однако усилия международных организаций по независимой и беспристрастной оценке фактов на месте постоянно препятствуют власти Баку. МИД Арцаха распространил заявление в связи с полным закрытием Бердзорской дороги, из которого представляем отрывки. 15 июня азербайджанская сторона преднамеренно прибегнув провокации на мосту Акари полностью заблокировал все гуманитарные пассажирские и грузовые перевозки по Бердзорской дороге в обоих направлениях. В результате действий Баку была сорвана запланированная медицинская эвакуация медработников из Арцаха в Армению и отменена неотложная гуманитарная перевозка пассажиров по маршруту Степанакерт-Гори Степанакерт при посредничестве российского миротворческого контингента. Также остановлено движение грузовиков российских миротворцев, которые направлялись к горе с целью доставки гуманитарных грузов в Арцах. Фактически незаконно установленные КПП на дороге Бердзор используются бакинскими властями исключительно как инструмент продолжения политики этнической чистки против народа Арцаха. Очевидно, что власти Баку, продолжая политику этнической чистки Арцаха и изгнания народа с родной земли, решили пойти на новые провокации, направленные на ужесточение, блокады и изоляцию народа Арцаха от внешнего мира. Во избежание новых зверств и преступлений против народа Арцаха, подобные незаконные агрессивные шаги Баку должны удостоиться адекватной политической оценки международного сообщества и в первую очередь всех вовлеченных в процесс сторон. Вновь подчеркиваем, предотвращение массовых нарушений прав человека, в том числе этнических чисток и геноцидов, является обязанностью всех членов международного сообщества. 21 июня комиссия по правам человека имени Тома Лантеса Конгресса США проведет слушание по вопросу обеспечения безопасности народа Арцаха. Об этом сообщает Арминпресс со ссылкой на сообщение комиссии. Комиссия подчеркивает, что угроза возобновления насилия в Арцахе и вокруг него возросла. В сообщении говорится, что блокады Бердзорского коридора продолжаются уже 7 месяцев, в том числе путем открытия Баку военного блокпоста, что противоречит положениям соглашения о прекращении огня 2020 года. Осуществляется ряд международных усилий по снижению риска новой полномасштабной войны, в том числе со стороны представителей Госдепартамента США. Главный вопрос заключается в том, что требуется для адекватной защиты прав и безопасности этнических армян в Арцахе, где Баку стремится установить контроль, говорится в заявлении. Накануне во Дворце культуры и молодежи Степанакерта состоялось мероприятие, посвященное 85-летию со дня основания столичной музыкальной школы имени Комитаса. В беседе с корреспондентом Арцах Пресс директор музыкальной школы Зариной Бабаян упомянула, музыкальная школа была основана в 1938 году. На протяжении более 80 лет единственная в Степанакерте музыкальная школа обучила и воспитала поколения, которые сегодня вносят свой вклад в становление культурной жизни Арцаха. В 2022-2023 учебном году в школе обучало 437 учащихся. В этом году количество наших выпускников 61, 9 из них решили продолжить обучение в музыкальной сфере. В период блокады продолжительностью около 6 месяцев школа не прекращала свои деятельности ни на один день. Наша миссия не изменилась со дня ее основания. Мы продолжаем прививать нашим детям любовь к культуре и музыке. Мы уверены, что завтра наши учащиеся станут полноправными гражданами нашей страны, сообщила Бабаян. Министр образования, науки, культуры и спорта Республики Арцах Нурай Макарчан, поздравляя музыкальную школу с 85-летием, подчеркнул ее роль в становлении музыкальной жизни Арцаха. Мероприятие, посвященное 85-летию музыкальной школы имени Комитаса, является еще одной лучшей возможностью оценить, переоценить и выразить свою душевную благодарность всем преданным, которые внесли свой самый большой вклад в становление культурной жизни Арцаха с момента основания школы. Школа, преодолевая многие трудности с особым оптимизмом и стараниями на протяжении всей своей деятельности, не только с любовью и терпением обеспечивала наших детей качественной музыкой, но и придавала новый смысл формулировкам, соответствующим нашему национальному мышлению. И с профессионализмом вывела высококлассную музыку на новый уровень, который по праву также выражает наш национальный дух и чувство народной души. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение в исполнении ансамбля «Килики». Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok